Здравствуйте, друзья! Меня зовут Илья Лобов, и сегодня мы поговорим с профессиональным резчиком по дереву и знатоком славянской культуры Валерием Киселевым. Здравствуйте, Валерий! Добрый день! Валерий, вы уже очень много лет работаете с древесиной. Чем вас так заворожил этот материал? С одной стороны, очень простой вопрос, с другой стороны, на него очень сложно ответить. Наверное, это родной материал. Наши предки, славяне, жили в окружении дерева и почитали дерево как священные, живые существа. Поэтому, наверное, именно теплота дерева, его пластичность, выразительность и привлекает. Любая древесина достойна стать вашей работой? Или есть какие-то любимые? Наверное, есть любимые. Здесь, знаете, можно коснуться и древнего учения друидов, и прочее, различная энергетика дерева, что на что влияет и так далее. Ну, я больше всего люблю березовые наросты, так называемые капы или сувели. Чем они меня привлекают? То, что их нестандартная форма, она толкает, по крайней мере, меня на какие-то новые видения, новые ходы. То есть, по сути, получается, природа учит меня мастерству. Ваши персонажи, кто они? Ну, вы изначально сказали, как знаток славянской культуры, наверное, я таковым себя не считаю. Ну, на каком-то уровне, собственно. И мои персонажи как раз и в большей мере отражают культуру нашей страны, вот те мировоззренческие вещи. И персонажи. То есть, с детства все мы любили сказки. Вот те сказочные герои, персонажи как раз и являются героями моих творений. Откуда вы так хорошо знакомы с древнеславянской символикой? Потому что это чувствуется в ваших работах. Вы знаете, с детства я всегда любил историю. И как раз очень много читал различные литературы, и художественные, и специализированные какой-то литературы. И чем дальше углублялся в эту тему, тем, конечно, становилось интересней то богатство, духовное богатство нашего народа, которое, к сожалению, сейчас забыто к несчастью. И для меня, наверное, самое главное не то, насколько я, скажем, хорошо или виртуозно, скажем, сделал работу. Мне доставляют удовольствие и радость, когда эта работа вызывает у зрителя какой-то блеск в глазах, улыбку и вопросы. И отвечая, соответственно, на эти вопросы, пробуждаешь в нем то дремлющее, наверное, дремлющую память, какую-то генную память. И человек в какой-то мере становится, наверное, неравнодушен к тому, что нас окружает. Вот это для меня, наверное, основополагающее в том деле, которым я занимаюсь. Ну, как вы думаете, вот почему мы забыли свои корни? Или это естественный процесс у дел знатоков знать это все? Это очень грустный, конечно, грустный вопрос. Почему забыли? Наверное, урбанизация накладывает свой отпечаток, собственно, на то, что происходит. Но, к сожалению, может быть, не столь уделяется у нас в стране внимание как раз тем культурным традициям, которые у нас существовали. И как бы ни говорили о возрождении, но это процесс настолько сложный, настолько длительный и целенаправленный, но, к сожалению, этого, на мой взгляд, не происходит. Это тоже все-таки поддержка традиций, она должна быть тоже традицией в конце концов. Нужно гордиться своей страной, своей историей, своей культурой. Мы, к несчастью, чаще всего, получается, являемся как раз Иванами родства непомнящими. Я, конечно, моя грустная вот такая речь, это ни в коем образом не подумайте, что я настолько пессимист. Нет, я считаю себя все-таки оптимизмом, но увеличение знаний увеличивает скорбь, как говорили мудрые. Но все-таки вы считаете себя продолжателем древних традиций, именно древних мастеров? Очень громко сказано продолжитель. Наверное, чтобы быть совсем продолжателем, нужен был такой глубокий наставник. Но правда, как один мудрый тоже человек сказал, если вы не можете найти наставника, найдите его внутри себя. Может быть, в этом отношении как раз во мне это отчасти и сказывается. Поэтому, ну, отчасти, наверное, да. Все равно основой у меня является именно та культура, и та тематика, и почерк. Хотя в моих работах, например, многие признают все-таки направление, несколько северный больше стиль проявляется, нежели, скажем, стиль среднего региона. Ну, все-таки расскажите немножечко о процессе. С чего вы начинаете работу? Ну, как у всякого художника, конечно, сначала должен возникнуть образ, тот персонаж, который ты хочешь воплотить в жизнь. Как они возникают? Да, наверное, вот то, с чем мы сталкиваемся каждый день, что с нами происходит, и что испытываем какие-то эмоциональные, как бы, определенные чувства. И возникает какой-то образ желания создать его. Ну, а чисто технологически, иногда это идет прорисовка эскизная, затем модель в мягком материале, ну, подающемся каком-то, и затем уже непосредственно в самом материале. Чаще всего эти модели у меня не носят характер такой доскональной проработки, потому что, если я работаю с теми же нестандартными древесиной, как вот тот же кап, предположим, то здесь мне нужна просто идея, а дальше я уже чисто руководствуюсь вот тем куском, теми формами, которые у меня в руках. Правда ли, что вы собственноручно изготавливаете свои инструменты? Не проще ли купить готовые? Ну, наверное, проще купить готовые. В нынешние времена, к счастью, с одной стороны, к счастью, это возможно и можно купить неплохой инструмент. Ну, во-первых, он несколько дороговат, скажем так. Хороший инструмент, самый дешевый, профессиональный, одна стамеска, это начинается от 500 рублей и, соответственно, выше, и до нескольких тысяч. Но я сейчас не о том, что, скажем, дороговизна. Все-таки у каждого мастера, вы знаете, он делает инструмент под свою руку. И здесь, наверное, то же самое. Ну, и в данном случае еще, наверное, знаете, сказывается то прошлое, когда я еще был совсем юношей и не было никакого инструмента, и в продаже, собственно, невозможно было в нашей стране что-либо найти, приходилось изготавливать самому. И вот как раз своим инструментом, который приготовлен тоже собственноручно и лучше работает, это, знаете, как у Киплинга, мы с тобой одной кровью. Вот ты сделал себе свое. Вот она действительно сжился с тобой. Поэтому уважающий мастер никогда не даст инструмент в руки другого человека. Потому что, ну, знаете, как это у японских самураев, когда меч — это душа самурая, наверное, здесь, может быть, отчасти громко сказано, но, тем не менее, инструмент тоже пропитывается духом мастера. Валерий, вы единственный мастер во Владимире, который использует для создания древесных скульптур бензопилу. Как вам это удается, и каким образом просто остается загадкой? Ну, наверное, может быть, и есть, конечно, мастера, но я пока вот не знаю в нашей области, чтобы кто-то занимался бензопилой. Чем меня привлекает? Ну, как-то однажды меня пригласили попробовать выполнить скульптуру бензопилой. Мне очень понравилось. Понравилось то обстоятельство, что это быстро. То есть эффектно, быстро, интересно. Это, знаете, можно сравнить, наверное, с живописцами, когда есть долгосрочная работа, а есть, когда они идут на этюды. То есть быстро в определенном эмоциональном состоянии создается этюд. И вот здесь, наверное, в чем-то то же самое. И второе, то, что работа бензопилой, конечно, звучит так вот немножко страшновато, как-то странно, да? Но те же скульптуры получаются с некоторой легкой грубоватостью. А это тоже, своего рода, некоторый шарм такой, знаете. В них есть тоже своя прелесть. И именно, наверное, вот эта грубоватость, это как отголоски, может быть, вот того древнего, когда вырубали только топором. И вот эта та же грубоватость, она проявляется отчасти здесь. А так я всегда, конечно, очень любил работать именно топором. Это один из моих любимых инструментов. Ну, наверное, знаете, чтобы почувствовать себя мужчиной, чтобы кости захрустели, мышцы заболели. То есть вот это ощущение силы, даже топор, как один не только из инструментов рабочих, это как оружие, в конце концов. Потому что, если возвращаться опять к моим персонажам, это много, это и богатырские темы различные. Хотя как раз вот топор для меня как-то тоже так очень значимый инструмент. Ну, а возвращаясь к бензопиле, ну, конечно, собственно, интересно. Мне интересно с ней работать. Ну, конечно, тяжеловато со стороны смотреть очень быстро, легко. Ну, это не совсем. Вы себя когда-нибудь пробовали в других материалах? Или дерево – ваша единственная страсть? Ну, к счастью, знаете, меня Господь наделил, наверное, многими талантами. И хотелось попробовать многое. Хотелось попробовать и поработать и с металлом, и с камнем. Но на каком-то этапе наша жизнь настолько скоротечна. Делаешь выбор. Как говорил Козьма Прудков, нельзя объять необъятное. Поэтому я больше все-таки склоняюсь к дереву и стараюсь, коль уж я в этом направлении являюсь как бы специалистом некоторого уровня, все-таки больше поработать с деревом, с этим материалом, который мне ближе по душе. — Вы когда-то работали в управлении архитектуры, были главным художником города. — Да, у меня был такой отрезок моей биографии. — Вот после ухода из мэрии вы как-то следите за тем, как меняется облик города? — Не очень. Знаете, немножечко, назовем это так, боковым зрением. Ну, иногда что-то раздражающее, конечно, обращаешь внимание. Ну, в целом, я, наверное, как фаталист отчасти, это прошлое, оно ушло. Это не значит, что я в данном случае равнодушен. Нет, никаким образом. Ну, иногда, конечно, вызывает определенные чувства, эмоции, когда видишь и непрофессионализм, и неграмотность, и те шаги, которые предпринимаются. Собственно, почему я и ушел в свое время, то, что, ну, наверное, невозможно было реализовать свои знания, возможности в наш город. — Ну, то есть, вот можете дать какую-нибудь оценочку? Вот как сейчас выглядит город, на ваш взгляд, и чего ему не хватает? — Да как он выглядел? Собственно, мне кажется, он так и выглядит. Ничего не изменилось. Не в обиду будет сказано, некоторая такая периферийность. Она прослеживается, отсутствие некоторого, может быть, даже вкуса. Меры очень важно. Несколько меня так задевает, знаете, как в понятии «регламенты». Вот это слово сейчас на слуху, которое... Ну, оно постоянно на слуху, тоже историческое ядро, регламенты. Ну, я не сторонник подобного направления, потому что каждое здание — это, знаете, как человек. И каждому человеку в отдельности подходит одному одна одежда типа, одежда другому — другое. Да, должно быть определенное гармоничное сочетание соседствующих. Но, мне кажется, когда придумываю такие слова, как «регламенты», которые у нас ограничиваются только размерностью, то это может быть отчасти, скорее всего, бессилие создать что-то интересное, эксклюзивное. И то же самое разговоры о том, что у нас слишком яркие вывески. Ну, для меня это тоже неприемлемо. В данном случае мы можем вспомнить, опять же, наше прошлое нашей страны и посмотреть на предметы быта, национальную одежду. Это яркие краски. Почему наши предки не боялись ярких красок? Что плохого в красном, синим, зеленом и так далее? Да ничего плохого. Просто нужно делать это все гармонично. Если говорить о том же историческом ядре, ну, не может там быть все одного цвета, правильно? И здесь просто нам нужно определиться, что у нас такое исторический центр. Улица-музей или это современная улица? Есть два пути изменения ее. Один путь — это выполнить наружную рекламу в стиле, предположим, какого-то исторического периода, там, к примеру, 19-го, 20-го. Ну, какой век там выберем, предположим, какие-то аналоги. Если же у нас это не улица-музей, то можно подчеркнуть старину зданий как раз современной наружной рекламой. На контрасте как раз мы это все и увидим. На данный момент, когда в центре города достаточно много предприятий, у которых, ну, скажем, те же электроника, телефоны там и прочее, если мы возьмем опыт зарубежных стран, ну, и назовем их некоторые районы историческое ядро, мы же там не увидим подобных предприятий, правильно? Мы увидим там антиквариат, книги, одежда, сувениры и так далее. То есть вот эти направления торговли, они позволяют сделать ту же наружную рекламу практически в любом стиле, любого временного периода. В данном случае, получается, у нас в городе многие предприятия имеют свои логотипы, товарный знак, которые, собственно, зарегистрированы, и ни по какому закону никто не имеет их права менять. Поэтому говорить о том, что все сделать, скажем, в стиле какого-то века и в каком-то, ну, это невозможно просто-напросто. Ну, а самое главное, конечно, хотелось бы видеть профессионалов, те, которые действительно занимаются этим. Мне кажется, сейчас столько подразделений занимается историческим ядром и вообще городом, что можно вспомнить Крылова. Не буду басню называть. Валерий, вот раньше большинство детских площадок у нас в городе были деревянными, резными. Но их сейчас стали делать на современный лад, они становятся из металла, раскрашенные, но из них пропала какая-то вот частица сказочности. Кто-то еще заказывает вам резные вещи для детских площадок вообще? Да практически нет. Бывает, вот были в прошлом году работы в Гусяхрустальном, у них все время существовал парк-сказка. Это лавочки, это скульптуры. То есть меня радует, что кто-то все-таки вот пытается возродить вот ту ностальгию, которая у людей еще осталась, вот эту сказочность, с которой мы, собственно, начинали нашу беседу. Но это довольно-таки мало. Что касается детских площадок, сейчас очень много различных регламентов, это же слово произнесу, требований как раз к безопасности детей, что деревянная площадка может создать, наверное, некоторые проблемы ее изготовителю, занозы или еще что-то. Но в конце концов можно же делать и что-то комбинированное, на мой взгляд. Но другая причина в том, что у нас осталось очень мало мастеров по сути мы как динозавры вымирающие, просто единицы. К несчастью, опять же, это вот вопрос о возрождении традиций. А традиции, прежде всего, это преемственности. И сейчас те ремесленники, которые работают в каких-то направлениях, меня немножечко огорчает. Та ситуация... Я вообще приветствую, когда люди занимаются творчеством. Неважно это самодеятельно или какое, человек кладывает душу. Но есть такое понятие, что среда воспитывает. И то, что окружает их, вот тот китч, порой, вот та сувенирщина, она как раз и накладывает на их работы некоторый такой оттенок своего рода потемкинских деревень таких. А вот именно глубины мировоззренческих вещей, к сожалению, вот этого нет. И глубины чисто по информационных познаниям, но и даже профессионального выполнения каких-то изделий. Вот это грустно. То, что у нас почти не осталось и учебных заведений, где бы могли это готовить, и мастеров, которые в частном порядке могли бы это тоже делать, обучать людей. Ну, те потуги, которые происходят, ну, что-то, может быть, и меняется, но, к сожалению, мне кажется, все равно это не спадающий процесс. Ну, вам есть кому передавать опыт? Ну, вот сейчас меня, я где-то с ноября месяца меня долго уговорили, пригласили поработать, попреподавать в Суздальском училище, бывшее реставрационное училище. Вы знаете, что меня приятно удивило, что студенты, дети хотят учиться. Вот действительно хочется с ними работать и что-то, чему-то их учить. Что-то появилось какое-то, потому что хочется действительно здание-то свои передавать, конечно, но и чтобы это не ушло, опять же, со мной или как уходил с другими мастерами в разных направлениях. Вы достаточно много ездите по стране, наверняка как-то занимаетесь самообразованием, подсматриваете какие-то идеи в других городах. Ну, человек всегда должен учиться, и этот процесс бесконечный, ты постоянно видишь свое несовершенство. А учиться, вы знаете, я не так часто вижу, скажем, в своих поездках, ну, мастеров высокого класса, это большая-большая редкость. Но учиться можно всегда, везде и у кого угодно. И у тех же студентов, и у человека прохожего, который подошел к тебе и стал с тобой разговаривать, он начинает тебя подпитывать. Ты, отвечая ему, рассказывая о чем-то, ты вновь возвращаешь свою память и свое восприятие к какой-то теме. И это тоже процесс обучения. И почему, собственно, меня привлекают порой эти поездки. И радует, конечно, еще то обстоятельство, что вот в последнее время немножко изменилась ситуация, и стали приглашать и на различные праздники в другие города именно с большим уважением, скажем так, приглашать. Потому что все немножко, наверное, такая фраза не очень хорошая, наелись примитивщиной. И хочется какого-то чего-то более интересного, яркого, того, о чем мы забываем. Спасибо огромное, Валерий. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Вы можете попрощаться с телезрителями и что-то им пожелать. Творчество можно охарактеризовать одним словом искренность. Живите искренне, и вы будете творцами везде и всегда, что бы вы ни делали и что бы вы ни предпринимали. Спасибо большое, Валерий. Я тоже с вами прощаюсь. И до встречи в эфире.